Этим утром стало известно, что Росавиация отзывает сертификат эксплуатанта у Трансайра, которая оказалась в предбанкротном состоянии. Уже с понедельника перевозчик должен прекратить все полеты. Кирилл Бранин выяснял, что будет с пассажирами, пилотами и маршрутами авиакомпании. Внеплановая проверка авиакомпании Трансайра продолжалась две недели. И вот накануне эксперты вынесли единогласное решение. Окончательную точку поставили в Министерстве транспорта. Сегодня утром подписан приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта у компании Трансайра, начиная с 26 октября этого года. Что это означает? Что с времени наступления зимнего расписания, как раз 26 октября, когда все авиакомпании мира значительно снижают свои объемы перевозок, компании Трансайра, самолеты компании Трансайра не могут уже подниматься в воздух. И всех пассажиров, которые имеют на руках билеты, как мы и говорили об этом раньше, возьмет на себя группы компаний Аэрофлот, и они будут перевезены непосредственно на рейсах Аэрофлота или рейсах других российских авиакомпаний, которые в этой ситуации подставят свое плечо. Плечо подставили практически все крупные перевозчики. Речь идет о 150 тысячах пассажиров, купивших билеты на рейсы компании, которая меньше чем через неделю летать перестанет. Впрочем, в Минтрансе уверены, проблема вполне решаемая. Все пассажиры, имеющие на руках билеты до 15 декабря этого года включительно, будут перевезены по соответствующим направлениям. Те, кто купил билеты с датой возвращения после 15 декабря, таким пассажирам деньги в полном объеме будут возвращены либо самой компании Трансайера, либо, если это по каким-то причинам окажется невозможным, через авиакомпанию Аэрофлот. Пассажиры Трансайера, пусть и с задержками, но все же летят. А вот судьба 10 тысяч сотрудников компании пока остается туманной. На сайте Росавиации открыт банк вакансий. В агентстве утверждают, что на улице никто не останется. Учитывая, что российские лизингодатели планируют передать значительное количество воздушных судов в настоящее время находящихся в лизинге у Трансайера другим российским авиаперевозчикам, то потребность в авиационных специалистах в целом не уменьшится. В частности, для принятия на работу в Аэрофлот планируется чуть более 6 тысяч человек. Ведется работа по трудоустройству, во вновь открывающийся в начале 2016 года аэропорт Раменское, Рампорт, в авиационные предприятия и организации московского авиаузла и регионов. В том числе по Москве и Московской области. Впрочем, по словам Александра Нерадько, многие самолеты Трансайера не подходят под условия лизинговых компаний, в основном из-за технического состояния. Еще один вопрос, кто заменит крупнейшего частного перевозчика. Ведь только международных маршрутов 160 с лишним. На 57 из них претендует Аэрофлот. Это меньше трети. А значит, говорят в Росавиации, проблем с антимонопольной службой не возникнет. Другие направления тоже распределят по справедливости. А пассажирам останется надеяться, что цены на билеты не начнут резко расти. Кирилл Брайнин, Лариса Никитина, Дмитрий Попков, Анатолий Тюркин, Максим Кулефеев. Первый канал.